Привет всем подписчикам и гостям моего канала, а если вы просто гость, то не теряйте времени зря, подписывайтесь на канал и на группу вконтакте. Так, о чем я? Ах да, знаете, под роликом про Лего Саландрину я нашел комментарий, в котором один из подписчиков попросил меня сделать лего мини-фигурку монашки-какашки, ну а тфу, точнее монахиня из игры Евилнан, ну вы меня поняли. Ну, собственно, я и раньше подумывал о том, чтобы сделать эту фигурку, но пока не могу, это потому что у монашки очень сложное лицо, слепить которое, как вы уже поняли, очень непросто, так что сегодня я сделаю кого-нибудь попроще пока что, ну например, о, да хотя бы бабулю Грэнни. Точно, вот ее я и сделаю. Так, ну, в качестве исходной мини-фигурки я, наверное, возьму Ситха Воина. Я его покупал, если вы помните, в прошлом году. У меня еще видос есть на канале, где я его распаковывал. Ну, я его покупал исключительно ради световых мечей, он мне больше не нужен, так что над ним мы и будем сегодня издеваться. Так, прежде всего нужно с помощью шлифовальной шкурки сделать гладкое место на голове, вот куда потом позже будем приклеивать плоское глиняное лицо. Сейчас я этим займусь. Скажу вам сразу, моя первая попытка сделать лицо бабули Грэнни обошлась провалом, поэтому все буду делать по новой. И по новой тоже голову подготовил, потому что в предыдущей голове пришел полный капут. И, что я еще не сказал, пин на голове нужно тоже сточить. Ну, вы наверное поняли, что я делаю бабулю Грэнни по инструкции с канала Лего Ред. Ну да, я ее так и буду делать, только немножечко по-своему. Кое-что сделаю по-другому. Я еще тут заодно биту уже слепил из глины полимерной и запек ее. Только я еще немножко доработаю с помощью отвердевающей глины. Так что, как я уже сказал, все, начинаем сначала. А тот момент я сразу пропущу. Лицо, как я уже говорил, я буду делать из полимерной глины. Берем кусок глины и начинаем формировать лицо. Буду это делать прямо на голове. Так, нет. Нужно какую-нибудь подставочку сделать. И на ней уже фигачить. Сейчас я еще из одного куска глины сделаю подбородок. А вот дальше, чтобы было удобно. Снимаю лицо с головы. И возвращаю форму. И вот оно, бабулькиное лицо. Так сказать, в первозданном виде. Теперь начинаем делать его дальше. Во-первых, нос. Сейчас я его сделаю из кусочка глины. Делаю такую вот небольшую фигурку, похожую на каплю. Только она больно большая. Чуть меньше. Приделываю к лицу. Дальше иголкой примазываю нос, чтобы он не отвалился. Так, надо еще доделать бабки на сяру. Во! Ноздри. И ноздри немножечко расширяю. Ой, нос, кажется, получился немножко кривоватый. Сейчас я его подправлю. Во! Так-то лучше. Пусть он немножечко вышел морщинистый или какой-нибудь тут. Но, как вы помните, эта бабуля Грэнни, она все-таки старая. И очень-очень злобная. Так что, от такого носа будет наоборот только эффект. Теперь делаю рот. Рот у бабули открыт уже менее широко, чем у сландрины. Зубы я сделал. Вот они. Готовы. Так. Ну, а теперь еще нужно сделать глаза. Прежде всего, глазницы. Так, да, наверное, все-таки потом подправлю бабки нос, потому что, мне кажется, он получился слишком большой. Затем скатываю с полимерной глины маленькие шарики, первый шарик и вот второй шарик. Вкладываю их в глазницы. А, нет, большие больно. Да и глазницы можно сделать поглубже. Один глаз получился больше другого. Сейчас я это исправлю. Вот она, бабулина рожа. Да, выглядит жутковато. Ее надо будет, мне кажется, еще доработать в плане все-таки носа. Нос я потом после запекания немножечко уменьшу. Так, ну и еще одна деталька, это уши. Их я леплю отдельно. Вот такую вот колбаску с утолщением на конце. Надо слепить. А потом вот так вот сворачиваем. Получается ухо. Таким же способом изготавливаем и второе. Детали запеклись. Приклеиваю их к голове с помощью суперклея. Потом уже, когда клей высохнет, их будет удобнее подправить шлифовальной шкуркой. Ну вот она, башка бабули Грэнни. Получилась она очень даже прикольная. И, кстати, хочу еще сказать, что нас на канале уже больше 7 тысяч. Спасибо вам, как разумеется, всем огромное. Меня это очень приятно радует. Но, вообще-то, там, где зачастую бывают хорошие новости, тут же бывают и плохие. И в данном случае у меня тоже есть плохая новость. Может, вы читали пост в сообществе? Недавно его делал. Там, в общем-то, наконец-то ответили на заявку на монетизацию. Но мне ее опять отклонили. Разумеется, я знаю почему. Потому что недавно приходили тут опять жалобы за нарушение авторских прав на ролике с приколами про Геранда. Я оспаривал, короче, я эти жалобы. Но мне еще пока не ответили. Ответить должны до 5 июля. А повторную заявку я смогу только 15 июля подать. И да, кстати, если мне по какой-то причине, мне все равно по какой, эту жалобу отклонят, То есть, я оспорю эти жалобы, а сочтут, что я все равно неправильно оспорил. И вот эта вот жалоба за авторские права, которые у меня на ролике про Геранда, они останутся в силе, то мне придется этот видос удалить, а потом дождаться, когда мне наконец-то подключить монетизацию. И я сделаю, перезалив этого ролика, предварительно вырезав места, которые защищены авторским правом. Увы, мне, конечно, не впервой удалять хайповые видео, я прям почему-то не знаю. Вот всякий раз, стоит мне захайпить, какая-нибудь хрень там находится. Ну пипец просто. Прям не знаю, что делать. Такая вот у меня фигулина. И, наверное, кстати, хотел еще сказать, кроме того, я сказочный патруль Ритп тоже удалю. На всякий пожарный. Потому что, ну тоже там много больно контента, который авторским правом защищен, но жалоба мне не приходила. Потому что, я помню, написано было, если мы найдем визуальные материалы для других авторов, Тип-Топ, тоже не примем вашу заявку. Ну а удалю я эти ролики тогда, я их в любом случае, получается, удалю. Удалю я их вот прямо перед подачей заявки. То есть, где-то 14-го, либо же 15-го июля. Ну а приколы в Бабуле Грэнни я оставлю. Потому что там уже визуальные материалы мои собственные, никаких жалоб там нет. Приколы в Бабуле Грэнни я оставлю. Но приколы я, наверное, пока что не буду снимать. Либо буду их делать, но не буду выкладывать. А потом, когда монетизацию подключу, то тогда я и перезаливы сделаю, и приколы выложу новые. Сейчас буду тогда снимать другие ролики. Буду, кстати, сейчас работать тогда, я решил над лего-анимацией, потому что я уже давным-давно обещаю вам лего-анимацию сделать, а сам до сих пор не доснял. Так что всё, работаю сейчас над ней. Именно над лего-анимацией. Ну, хорошо. Давайте тогда перейдём к делу. Дальше нужно сделать одежду для бабки. Для этого вырезаем из ткани полоску шириной в 2 см и длиной в 6 см. Сгибаем пополам. И в середине делаем прорезь. Вот. Через эту прорезь надеваем ткань на фигурку. Далее её нужно с помощью супер-клея приклеить к фигурке, но ноги уберём, к ногам мы не приклеиваем. И также важно сделать так, чтобы вот эти дырки, где руки, крепятся, тоже не были заклеены. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы сохранить подвижность фигурки. Займёмся этим. Некоторые места я подправлю ножницами. И в результате должно получиться что-то в этом роде. Вот только тут вот была дыра, поэтому я её заклеил немножко кусочками ткани. Но потом всё равно после покраски это не будет видно. Так. Теперь проверим, сохранила ли фигурка подвижность. Во-первых, вставляю ноги. Во-вторых, вставляю ноги. Сейчас будем смотреть, продолжают ли они двигаться. Так, что мы видим? Ноги двигаются. Ноги прекрасно двигаются, значит, фигурка сохранила подвижность ног. Теперь с руками. Ага, рука вставилась. И она двигается. Она отлично двигается. Проверим. Со второй рукой то же самое. И вторая рука тоже отлично двигается, друзья мои. Минифигурка полностью сохранила свою подвижность. Самое главное, чтобы она ещё сохранила эту подвижность после грунтовки, покраски и покрытия лаком. Я думаю, так и будет. Так, только перед тем, как грунтовать, нужно папкину одежду немножко смазать клеем ПВА, слегка разбавленным в воде. Чтобы она немножечко затвердела. Всё равно подвижность она после этого сохранит. Загрунтованно начинаю их красть. Начнём с ног. Покрашу их в телесный цвет. То же самое делаем с головой и руками. Ноги тоже подкрашиваем этим цветом. Только кончики надо будет уже покрасить в чёрт. Это будут ботинки. Ну и что там она носит? Бабкину одежду красим в белый цвет. Он основной. Белая краска на одежде высохла. Далее нужно сильно разбавить водой чёрный цвет и намазать слегка одежду. После чего промокаем это салфеткой. Ай, что-то слишком сильно промокнуло. Давайте-ка ещё раз. Вот так гораздо лучше. Бабкина одежда теперь кажется грязной. И выглядит просто супер. Ту же самую процедуру нужно проделать с головой, руками и ногами. Но они не ботинками, разумеется. Хотя нет, здесь я ошибся. Сначала нужно руки, голову и что там ещё, ноги. Добавить на них надо сначала немножко серого. Добавить на них. Чёрным цветом и ватой. И салфеткой. Вот как выглядят детали после обработки. Но разве не классно, а? Действительно получится старая злющая бабка. Ну и напоследок, последний штрих на одежде. Нужно взять снова цвет, который я использовал изначально как цвет кожи. То есть серый с коричневым оттенком. Добавил туда немного белого. Размешал его водой. И теперь состариваю, так сказать, им бабульки на ряд. А точно так же и Лего Рэд сказал. Только без фанатизма. Надо оставить предыдущие два цвета. Далее, чтобы было удобнее работать дальше, я покрыл все детали лаком, кроме головы, и собрал их в мини-фигурку. Будем теперь делать некоторые детали на лице. То есть глаза и рот. Белым цветом красим глаза. Вот и бабки на глазище. Ха, очень прикольно смотрятся. Ну и в черный цвет красим рот. Только зубы не трогаем. Так. Ну и ноздри заодно проделаем уж. Ой-ой-ой. Вот теперь нормально. После того, как краска высохнет, делаем белым цветом зубы. Как я и говорил, я доработал бабкину биту. Теперь красим ее в коричневый цвет. Ну или как он у меня называется, сиена жженая. Когда краска высохнет, надо разбавить красный цвет в воде и нарисовать им. Как это называется, сосуды на глазах. И десны. Добавлю-ка лучше еще чуть-чуть малинового. В смесь. Промокаем это дело салфеткой. Сильно промокнул. Сейчас еще немножко добавлю. На бабулину биту также добавляем красный красный, чтобы сымитировать кровь. Лак высох. Надо сделать бабуле волосы с помощью ваты и клея ПВА. Прям как Лего Рэд. Волосы готовы. Теперь вручаю бабуле ее биту и фигурка бабули Грэнни полностью готова. Выглядит просто супер. Кому-то уж понравилось, ставьте лайк. В следующий раз я все-таки буду делать монахиню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова